добрый день надеюсь меня хорошо слышно дайте пожалуйста сигнал что слышно ли спасибо итак сегодняшняя тема посвящена инновационным формам и методам гражданско патриотического воспитания детей если будут возникать вопросы вы можете их отобразить в графе как раз такие вопросы итак давайте начнем конечно каждому из нас известно что понятие направление воспитания в том числе в целом обновленные проекты связаны конечно же заданиями министерства просвещения российской федерации и гражданско-патриотическое воспитание первую очередь заложено как раз таки посредством таких проектов как большая перемена юнармия я горжусь и российское движение школьников конечно же российское движение школьников сейчас имеется целый портал rddm где уже есть как раз таки российское движение детей и молодежи но обращаю ваше внимание что каждый из этих проектов также иллюстрирует непосредственно социальный заказ и согласно этому социального заказа мы с вами и действуем и так сегодня мы постараемся рассмотреть не только на уровне дошкольного образования но и в том числе начального общего образования основного общего образования и среднего общего образования как реализуется направление гражданско-патриотическое воспитание безусловно есть целые магистральные направления и ключевые условия проекта школа министерства просвещения россии многим из вас из вас наверняка известно что существует пять как раз таки этих направлений которые между собой связаны и это знание творчество профориентация и воспитание также здоровье конечно же ключевое условие каждого из этих проектов между собой имеет взаимосвязь и мы понимаем что концепция как раз таки которая была заложена в рамках развития образовательных организаций позволяет модернизировать и вводить инноватику конечно же понятие инновация это что-то новое но безусловно все что новое оно первую очередь и базируется на нам известным да поэтому хотелось бы для вас в первую очередь ввести так скажем в курс дела что еще 2010 году когда началась как раз таки серия федеральных государственных образовательных стандартов под авторством кондакова и данилюка как раз таки здесь есть момент того что была разработана концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина россии и обратите внимание данная концепция заложила понятие современного национального воспитательного идеала и в том числе определила базовые национальные ценности и в данном документе было описано что национальный воспитательный идеал это в первую очередь высоконравственный творческий компетентный гражданин россии и обратите внимание как дальше идет характеристика принимающую судьбу отечества как свою личную и так далее конечно же базовые национальные ценности как патриотизм социальная солидарность гражданственность семья тут творчество наука также традиционно российские религии искусство и литература природа и человечество были заложены и в образовательной деятельности обязательно на это акцент не только в воспитательном занятии но и в урочной или внеурочной деятельности велся постепенно когда уже обновились в гос и мы с вами прекрасно знаем что федеральный государственный образовательный стандарт как раз таки на ступени начального общего образования основного общего образования и среднего общего образования обновили 2021 году в том числе для дошкольного образования ввели понятие фопов конечно же новый документ которым сколохнул наше общество это была федеральная рабочая программа воспитания и в этой рабочей программе обращая еще раз ваше внимание также были описаны ценности целевые ориентиры и конечно же какой он да вот как раз таки воспитанник ребенок который обладает гражданской позиции какое непосредственно в целом и здесь самое важное наблюдать то что каким образом логика выдерживается от ступени дошкольного образования и далее обращаю ваше внимание что согласно qr-кода вы можете пройти и посмотреть на сайте института воспитания где располагается федеральная рабочая программа воспитания дошкольной организации и не только здесь выжимка из этого текста дана что как раз таки определяет ценности являющиеся основными обратите внимание это ценность родина и природа ценности милосердия жизнь добро человек семья дружба сотрудничество познание жизнь и здоровье труд культура и красота то есть мы с вами уже слышим те или иные ценности которые изначально конечно же всем нам известны но в первую очередь на сегодняшнем вебинаре мы с вами рассмотрим как раз таки в ракурсе гражданско-патриотического воспитания а значит наша с вами задача понять как реализуются ценности родина и природа например милосердие дружба сотрудничество семья и так далее конечно же если рассмотреть направление воспитания которые реализуются в рамках федеральной рабочей программы по дошкольному воспитанию обратите внимание тут существует патриотическое направление воспитания и духовно-нравственные согласно документу еще раз ваше внимание обращаю что по этому qr-коду вы можете пройти и скачать этот документ если кому будет интересно здесь существует такая позиция характеристика что же включает себя направление патриотическое воспитание на первую очередь имеет цель содействовать формированию ребенка личностной позиции наследника традиции культуры защитника отечества и творца а ценности родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания и чуть позже на слайдах мы с вами посмотрим как реализуется на уровне как раз таки одного из детских садов нашего города уфа республики башкортостан данное направление воспитания духовно-нравственное направление воспитания целью является формирование способности к духовному развитию и нравственного совершенствования конечно же безусловно мы с вами своим мы с вами понимаем что реализовать так скажем направление воспитания согласно программе можно но каждый из нас осознает что это кропотливый труд то есть каждый раз мы можем столкнуться с сопротивлением самой личности которая возможно не мотивирована на данное направление воспитания его законных представителей да то есть родители и в первую очередь с тем пониманием что вас у вас минимальной возможности по созданию допустим среды которая позволяет как раз таки окунуться понятие патриотизма окунуться в понятие духовно-нравственного направления воспитания но все же при желании возможно выполнить те или иные задачи а социальный заказ общества он в первую очередь продиктован как раз таки тем что необходимо пробудить гражданско-патриотическое воспитание и связи с этим на а также напоминаю что на сайте института изучения детства семьи и воспитания есть не только федеральные рабочие программы но и примерный календарно воспитать примерный календарь но обратите внимание что здесь также существует целый календарь на учебный год уже 2023-2024 в том числе существует утвержденный федеральный календарь самое важное понимать что в логике развития от одной ступени к другой разработаны федеральная рабочая программа воспитания для как раз таки общеобразовательных организаций то есть начального общего образования и так далее и здесь также целью основной целью является то что воспитывается у обучающихся в первую очередь понятия личности которые социализируются на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей уважает память защитников отечества конечно же проявляет чувство патриотизма то есть мы с вами прослеживаем насколько начиная с самого малого протекает как раз таки логика да вот эта красная линия и если ранее а мы с вами изучали рассмотрели на предыдущем слайде как раз таки несколько направлений воспитания в ракурсе как раз таки дошкольного образования то здесь уже обратите внимание это гражданское воспитание это патриотическое воспитание это духовно-нравственное эстетическое физическое экологическое трудовой и так далее конечно же мы можем с вами четко понимать что на занятие урочной внеурочной деятельности воспитательной деятельности каждый из этих элементов направления воспитания безусловно реализуется ведь мы не можем подчеркнуть что только например в ходе воспитательного занятия мы сможем допустим добиться результатов и условий по духовно-нравственному воспитанию ведь процесс идет целостно и конечно же и в ходе урока когда мы используем межпредметную связь допустим у вас идет урок математики вы можете привлечь как раз-таки межпредметную связь допустим из литературного чтения вспомнить какое-то произведение возможно конечно же все должно быть целесообразно не как раз-таки в логике урока если мы говорим о внеурочной деятельности только безусловной имея свободу выбора вариативность проявляя свою креативность можно реализовать и во внеурочной деятельности то есть опять же подчеркиваем целостность процесса и добиваясь этой целостности хотелось бы также обратить внимание что федеральная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций конечно же подчеркивает целевые ориентиры целевые ориентиры по гражданско-патриотическому воспитанию включает себя то что личность понимает значение гражданских символов государственной символикой россии своего региона праздников мест почитания героев и защитника отечества и конечно же проявляет уважение вот здесь я бы хотела остановить ваше внимание и давайте вспомним вот как ваша ситуация разворачивается если вы наблюдаете допустим за своим воспитанником ну например в детском саду либо допустим в школе может быть за своим ребенком как вы чувствуете как вы понимаете что вот ребенок да проявляет уважение допустим героем защитникам отечества только ли достаточно допустим во время урока говорить о том что да существует такой вот праздник защита день защитника отечества или посвящать целое занятие как раз ки разговора важно а возможно провести целый утренник а плюс еще и провести классный час где будет там допустим посвящение как раз ки защитникам отечества ведь мы понимаем с вами что одно дело когда каждый из нас как педагог как сотрудник образовательной организации пытается создать условия что вот эта личность как зерно начала прорастать и постепенно себе как раз и впитала то что мы от него хотели бы увидеть да но этого мало конечно же родитель то есть семья должна это поддерживать если в семье нет вот этому поддержки то есть способствует как раз и дальнейшему развитию вот приведу пример как зерно начинает засыхать то есть есть момент того что вроде бы в земле в горшочке находится и кажется и солнышко есть то есть достаточно тепла а вот капли воды не хватило и естественно потихонечку начинается что само по себе она становится таким как раз таки не жизнеспособным и наше зерно не прорастает поэтому здесь очень тесная взаимосвязь должна быть с родителями то есть семьей кто воспитывает ребенка возможно у бабушка воспитывать может быть папа только возможно полная семья что будет только прекрасно но в первую очередь когда родители целостно развивают личность и поэтому здесь конечно же целевыми ориентирами мы знакомы дабы данная федеральная рабочая программа воспитания уже действует вот и мы с вами многие из нас нацелены на то чтобы изучить нормативно проводить документы и конечно же о них знаем но однако стоит подчеркнуть что гражданско-патриотическое воспитание также тесно взаимосвязано с духовно-нравственным воспитанием мы понимаем с вами что духовно-нравственное воспитание она включает себя уважение до уважение к культуре и здесь самое важное заметить своей семье то есть мы снова начинаем с того что до семья зарождает как раз таки все эти ориентиры мы как непосредственно сотрудники образовательных организаций можем содействовать да мы можем способствует зарождению и поддержанию как раз таки семейные ценности могут быть разные определены и здесь важно когда дети описывают свои семейные ценности дают образ своей семьи задайтесь например такой интересной формы когда дети меж собой могут обменяться а кто как представляет себе семью да то есть вот то для него в первую очередь является самым главным семье а почему какие семейные ценности существуют почему бы не реализовать конкурсы семейных ценностей ведь важно пропагандировать как раз и то что когда-то традиционно передавалось из поколения в поколение почему говорю когда-то потому что сейчас много тех личности которые к сожалению не знает свое поколение более чем бабушка да вот знает про бабушку уже хорошо а если вот допустим углубляется далее и составлять свое родословное конечно многие из нас начинает задумываться о кем при допустим являлся про прадед и так далее и обязательно кроме того что теоретические знания имеются нужно уметь оценивать поступки с позиции себя то есть как бы я поступил возможно у вас будет интересно сейчас также проводить квест это возможно вы организуете как раз таки своего рода квест где дети в ходе как раз таки ситуации будут познавать а как вот например здесь можно было поступить дается ситуация сейчас кейси используется практически повсеместно и конечно же ребенок погружаясь в ситуацию кейса начинает анализировать а как можно было по а дайте проиграть то есть ребенок уже на себе испытывает насколько ему интересно то есть не только положительную часть до истории но и конечно же отрицательно ведь когда они обмениваются ролями они начинают чувствовать а каково это но элементарно когда тебе не уступает место ну допустим как вариант да возможно вы используете родительскую гостиную почему бы нет то есть когда опять же привлекаем родители да то есть это я понимаю что с очень сложно есть момент того что каждый взрослый начинает выговаривать что он очень сильно занят и не может например то привлечь так скажем свои силы для родительской гостиной но все же попытка не пыткой поэтому есть момент того что реализация такого рода как раз таки формы возможно есть такое как раз таки понятие портфолио семейных достижений семейного успеха пожалуйста то есть не только ребенок видит себя как он реализовал допустим свои непосредственно достижения почему бы в этом портфолио не заложить как раз таки успех того защитника отечества до что вот он является героем может быть он раскроет там какие-то интересные истории возможно использует интерактивное оборудование вот это как раз таки является залогом успеха то что ребенок ведь не только свое достижение но и достижение семьи а в семье могут быть разные успехи правда же то есть не только духовно нравственной направленности гражданско патриотического может быть какие то еще вспомните ценности и важно понимать что в ракурсе как раз таки всего образовательного процесса существует не только воспитательная деятельность не только конечно же урочно и но и в ходе внеурочной деятельности реализуются курсы и занятия патриотического гражданско-патриотического военно-патриотического и краеведческого историко-культурной направленности мы с вами прекрасно понимаем что это не только разговора о важном но и в том числе обновленные программы да по курсу внеурочной деятельности это наша родина от края до края да то есть изучение как раз таки понятия родины малой родины изучение дополнительных занятий где идет информация в целом вообще начиная с самого как раз таки ребенка который обучается по этому курсу и есть свои занятия духовно-нравственная направленность почему именно данные направления является связующими мы с вами понимаем что если гражданско-патриотическое направление и духовно-нравственное направление между собой взаимосвязаны а именно в том что если я испытываю уважение да к своим предкам то есть я почитаю свою семью в конце концов узнаю как дела у моих родителей даже если я нахожусь далеко да например да если я уточняю как мои там бабушка и дедушка езжу им например там на 1 мая помочь допустим с хозяйством может быть еще что то есть опять же идет тесная взаимосвязь между тем насколько я уважаю казалось бы да только семью подчеркну казалось бы только семью но и это как раз таки уважение проявляется в том что и в целом частичкой как раз таки малой родины является и вот твой родной край где живет твоя бабушка любимая которая напечет тебе пирожков которая будет ждать тебе в любое время суток которая будет с распростертыми объятиями ожидать во дворе да возможно это будет твой любимый дедушка который расскажет тебе снова и снова истории связанные не только например с былыми временами но и в первую очередь о будущем то есть даст тебе какие-то наставления и каждый раз когда ты понимаешь и находишься в этой среде ты чувствуешь эту взаимосвязь очень важно когда дети замечают как раз таки да такие интересные истории буквально недавно слышала разговор детей когда кто-то из них задался вопрос а что такое магнитофон и один из них рассказывает как это ты не знаешь что такое магнитофон магнитофон это вот такая коробка а вот там вот сверху как вот труба и вот потом ставят пластинку и вот пластинка там вот катается и издает звуки кто-то горит нет это патифон и началось то есть опять же есть момент того что мы через такого рода понятия начинаем привлекать к ценностям ценности чего прошлого да сейчас мы не увидим патифон и возможно магнитофон это уже редкость потому что мы привыкли что у нас существует все в интерактивном так скажем до виде деятельности но все же можно опять же вспомнить что существовали своего рода кассеты и существовали своего рода патифона эти пластинки можно даже отвести в музей то есть опять идет приобщение ведь когда создается такая проблемная ситуация дети начинают размышлять а почему раньше почему магнитофон что там какая-то магнитный лет ленты а может быть еще что то то есть каждый раз когда вы видите проблемную ситуацию вот как вот рыба так скажем которая нападает на червяка данный крючок этот нужно быстренько схватить мозговой штурм детей и начать как раз таки развивать то есть это как раз является тем зерном где вот разрастется большое количество вопросов но это дети были младшего школьного возраста и вот такой у них был буквально во дворе разговор то очень интересно было и я их так послушал с удовольствием то есть существует и такие разговоры между собой и далее конечно же позволяем так скажем развитию гражданско патриотического воспитания именно любви в первую очередь к родине и в том числе языку хотелось бы предоставить небольшой фрагмент как раз таки направление внеурочной деятельности который занимает интеллектуальные марафоны и одна из тем существует что глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла здесь приводится пример известного лингвиста льва щерба который для своих студентов свое время высказал такую фразу очень интересная фраза на своих студентах испытывал также и на учениках глокая куздра штека будланула бокра и кудрячат бакренка конечно же дети начинают размышлять о том что за куздра и каким образом она будланула и за что а может быть она вовсе не будланула и так далее то есть идет опять же дискуссии идет форма взаимодействия и важно здесь что понимать конечно как традиционная форма так скажем дискуссии диспута беседы фронтального опроса она существует но здесь привносится своего рода новшества да что вы можете разделить детей на например формат мирового кафе может быть вы разделите детей по как раз таки формату мозгового штурма каждый из них будет начинать размышлять что за фраза была предложена что в ней кроется на самом деле по крайней мере источники так вещают что фраза была придумана просто для того чтобы как раз таки а подчеркнуть морфемный состав частей речи нашего великого русского языка что окончании нам помогает понять что это прилагательное если мы видим например суффикс l да то мы понимаем что это наверное глагол прошедшего времени если мы видим допустим здесь как раз таки на речи и обратите внимание что дети могут и придумать свои варианты а это не с легкостью так скажем тарабарским языком обозначить те или иные предложения и здесь опять же идет что что оказывается насколько же интересно изучать русский язык и не только здесь можно подчеркнуть еще межпредметную связь естественно с литературным чтением потому что мы с вами понимаем в ракурсе предметной области литературы и русского языка как не как нельзя кстати развивается понятие патриотизма то есть насколько любовь так любовь как раз таки к русскому языку к литературе развивалась и развивается насколько нам необходимо это поддерживать и на позвольте пойдем дальше здесь также представлены варианты как уже ранее вам говорила о федеральном календарном плане воспитательной работы на предыдущих слайдах были отображены qr-коды где можно перейти на сайт как раз таки с расположением федерального календарного плана конечно же он не завершается моим месяцем а продолжается на целый учебный год и на каждый учебный год он обновляется и предлагается не только знаменательные даты но и в том числе как раз таки знаменательные события мероприятия приуроченные ко дню например рождение известных деятелей известных деятелях искусства например до литературы и снова же мы видим что развитие опять же гражданско-патриотического воспитания духовно-нравственного воспитания эстетического воспитания понятия ценности не только родина но и научного познания не только ценности как труд жизнь добро милосердие и так далее и здесь конечно же связи с тем что месяц март у нас как раз таки обращаем внимание что вот 18 марта как раз таки прошел знаменательный день как 10 лет со дня воссоединение крыма с россией в том числе 27 марта буквально скоро всемирный день театра и обратите внимание каждый из этих мероприятий он приурочен не только понятию до более такому всем известному да например всемирный день здоровья мы понимаем с вами что здоровье нужно сохранять его нужно поддерживать и опять же идет ценность опять идет целевой ориентир и снова мы видим направление воспитания не только предметные результаты то что до знаем здоровый образ жизни но и в первую очередь реализуем другие направления воспитания если рассматривать день космонавтики безусловно 12 апреля это вот настолько патриотический праздник на как раз и наряду с такими праздниками великими как день победы день защитника отечества и другими что дети начинают улавливать что да можно не только желать и быть там блогером или например каким-то я не знаю визажистом а может быть еще кем-то буквально недавно мы проводили опрос связи с тем что у меня выпускной курс работает по тематике как раз таки гражданско-патриотического воспитания и там студенты проводили опрос у учеников как раз таки в рамках профессии то есть кем бы они хотели стать казалось бы избитый вопрос кем они хотят стать они могут нарисовать образ своей профессии новый большинство вот не поверите визажисты и блогеры хотят там стать было два человека кто захотел президентом стать один лишь из всего класса проявил такое такого рода милосердие что и духовно-нравственное воспитание написал что он хочет стать ветеринаром и хочет помогать животным остальные абсолютно все современные профессии и задаешься вопросом что во втором классе дети уже задумываются больше о профессиях которые сейчас на слуху конечно же да и было интересно наблюдать как они видят образ учителя потому что у них совсем видение другие нежели у нас и конечно мы понимаем что у этой личности современной личности гражданско-патриотическое воспитание формировать нужно на волне их восприятие а что за волна их восприятие это в первую очередь что гаджеты поэтому у нас используется в рамках как раз таки работы интерактивные материалы через такие приложения как learning apps word wolf и в первую очередь позволяет переходить по qr-коду выполнять различного рода задания у нас было запланировано как раз таки в ходе такого мозгового штурма своего рода адвант календарь это тоже знаменитый вот раньше да например если вспомнить свое детство если помыл посуду мы не ждали что родитель нам что-то там какое-то вознаграждение даст да или например сходил в магазин помог кому-то точно так же мы не ожидали вознаграждение сейчас дети ждут этого какого-то вознаграждения и все это превращается в игру и вот своего рода такая форма вышла у нас в ходе мозгового штурма что нужно тоже взять нас за основу вот этот адвант календарь который обычно на новый год делают и каждый из этих окошечек приурочно определенному дню выполняли задание задание обязательно с элементом регионального компонента дабы необходимо изучать и малую родину а то есть республику башкортостан и конечно же элементы как раз таки который позволяет в целом раскрыть прелести российской федерации и дети с удовольствием изучали и изучают до сих пор потому что на данный момент как раз исследование продолжается но было очень интересно то что как они своими глазами видят как раз таки на уровне как выполнение этих заданий те или иные так скажем результаты то есть конечно можно было выдумать различные формы реализации но все же вот у нас почему-то в голове возник вот этот адвант календарь и вознаграждение у нас тоже интересно каждому из них дается жетончики эти жетончики можно обменять естественно мы предполагаем что так как жетоны определенного количества наберутся и они могут хотя бы обменять на отметку либо например своего рода есть приз утешительный да и конечно же здесь момент такой что то ли им оценка важно то ли вот этот вот приз ну вот например как обычно мы закладываем до мелкого рода например там блокнотики какие-то наборы фломастеров или пластилинов или что-то в этом роде да то есть нужно понимать насколько ему это ценно да то есть у него есть выбор но здесь конечно если более подробно рассказывать что не позволяет регламент нашего времени конечно можно погрузиться все больше и больше и обращаю ваше внимание что в мае у нас кроме таких мероприятий великих больших как праздник весны и труда и дня победы безусловно существует и международный день музеев а также день детских общественных организаций россии и день славянской письменности и культуры то тоже то то как раз таки мероприятие которое позволяет рассмотреть как раньше общались да насколько славянская письменность была возможно трудно и каким образом эти трудности преодолели ведь все равно люди друг друга понимали что сейчас например когда общаются иногда между собой современные так скажем дети до сокращая слова передавая смысл картинками в основном нежели объяснениями часто используют там голосовые сообщения нежели просто позвонить или например выкладывают посты а вот ранее без этих каких либо инструментов ведь люди между собой общались и понятие гражданина понятие патриотизма она закладывается и в этих как конечно же событиях и далее как уже и обещала здесь выставлен несколько буквально таких образцов да как раз к материала детского сада с которым мы сотрудничаем тесно так как она является данный детский сад является базовой площадкой нашего университета и поэтому с позволения сотрудников и родителей в первую очередь здесь несколько представлены мероприятий конечно возможно и у вас были реализованы и хотелось бы привнести обратите внимание да конечно же мероприятие посвящено блокаде ленинграда и вот есть блокадная ласточка как дети вырезали как раз такие ласточки и понимали для чего это необходимо в том числе по развитию гражданского патриотического и духовно-нравственного воспитания конечно же большое количество было мероприятие это день защитника отечества и каждая группа реализовывала по-своему стен газеты не только стен газеты но и в том числе были целые квесты конечно же в рамках не только мероприятия но и режимных моментов в определенных группах имеется ввиду да здесь режимный момент такой как раз таки когда дети в свободное время могут собирать не только пазлы с известными мультгероями но и в том числе собрать как раз герб российской федерации конечно также подчеркну связи с тем что нашей республике башкортостан существует такая традиция проводить конкурс чецов поэта родного края буквально с малых групп начали проводить эти конкурсы но и отдельно хотелось бы проговорить что вот связи с утратой нашего первого президента республики башкортостан были реализованы уроки памяти во всех образовательных организациях то есть здесь приводится пример того как дети заслушивали по видеоролику как раз таки посвященному муртазу губайдулычу рахимову и также в отдельных как раз таки группах проводили занятия посвященные светлой памяти первого президента республики башкортостан и здесь еще раз проговорю что не только в образовательных организациях как детский сад это проходило но и повсеместно то есть на территории школ в том числе в стенах вуза и так далее то есть наша была задача показать детям что мы чтим нашего первого президента республики башкортостан и имели в виду как раз таки то что гражданско-патриотическое воспитание начинается и в этом то что дети видят первого президента на данный момент у нас уже несколько лет является как раз ки главой республики башкортостан хабиров ради фаритович но вот такое мероприятие тоже было организовано и связи как раз таки всем известным событием 8 февраля дня российской науки также в одной из групп саду данным были проведены и занятия по бренду наукоград и дня российской науки когда дети узнали они с удовольствием узнали то как можно допустим провести опыт и поверьте детям было очень интересно потому что элементарно перевернуть стакан наполненной водой когда салфетка бумажная то ли оторвется и бумага просто конечно же разорвется и вода польется и вот этот вот момент когда воспитатель переворачивал стакан с водой был настолько воодушевил воодушевил как раз ки детей и затронуло их внимание потому что дети все думали каким же образом произойдет этот опыт что вода наверно прольется но в итоге с легкой руки и в том числе конечно же элементов науки вода на осталось стакане снова спросите в чем же здесь инновация конечно же уважаемые коллеги уважаемые слушатели первого очередь хотелось бы подчеркнуть что мы можем привнести понятие этим билдинга да которые реализуются как ролевая игра и в ходе этой ролевой коллективной игры можно взять содержание гражданско-патриотического воспитания мы можем привнести и понятие ментальной карты которые также позволяют разложить и структурировать понятие гражданско-патриотическое воспитание мы можем с вами использовать такой метод точнее прием как Кластеры, которые также позволяют в ракурсе как раз-таки нескольких блоков схем разложить понятие гражданско-патриотического воспитания. Конечно же, организовать флешмобы, марафоны, родительские гостиные и так далее. Но все же стоит понимать, что все, что у нас является новым, оно основывается на прошлом. И поэтому знание о прошлом в первую очередь является базовым элементом. И постепенно завершая как раз-таки наш сегодняшний вебинар, хотелось бы прокомментировать словами Константина Дмитриевича Ушинского, что основной целью воспитания человека может быть только сам человек, а в человеке цель воспитания составляет душа. Я очень надеюсь, что сегодняшний вебинар был душевным не только для меня, но и для вас. И те новшества, которые вы заметили, привнесете в своей образовательной деятельности. Я благодарю вас за внимание. Так, посмотрим ваши вопросы. Вижу вопросы. Бульдар Фанисовна. Ага. Скажите, пожалуйста, вот в формулировке духовно-нравственное воспитание, подсловно духовно, что именно подразумевается и каковы критерии духовности в этом контексте? И следующий вопрос. Если в группе 50% детей плохо понимает русский язык, как быть? Хорошо, спасибо за интересный вопрос. Сейчас постараюсь ответить ввиду нашего регламента времени, но все же. Дмитрий Базылович задал вопрос по поводу духовности. Здесь есть момент того, что, конечно, мы можем вспомнить и вальдорфскую систему, где есть понятие как раз-таки души, духа и тела в целом. Мы можем вспомнить различные развивающие системы ученых, исследователей. Но обратите внимание, когда мы с вами подчеркиваем духовно-нравственное, очень хороший вопрос в связи с тем, что на ступени как раз-таки дошкольного образования есть нравственное воспитание. А вот в системе начального общего образования добавляется вот эта частичка духовно-нравственное воспитание. Здесь я бы тесную связь подразумеваю, и, возможно, вы со мной согласитесь, если нет, то дайте мне знать, что, конечно же, это в первую очередь состояние меня внутренней духовности, насколько, как гармонично данная ценность вкладывается в мое понимание. То есть каким образом моя душа откликается, вот еще раз проговорю, да, элементарно, насколько часто, там, допустим, вы помогаете своим как раз-таки родным и близким. Если мы, еще раз говорю, ранее могли без каких-либо вознаграждений помочь, то сейчас нужно организовать целые флешмобы, чтобы ребенок смог помочь взрослому, проявил свою вот эту духовность. А ведь вспомним нас в детстве, например, я себя точно четко помню, мы могли спокойно бабушкам и дедушкам даже не своим помочь и прийти, там, допустим, в доме убраться, помочь продукты купить и так далее, тому подобное. И никто из нас не ждал ничего, кроме благодарности. Спасибо. И этого было достаточно, если мы попьем чайку, может быть, улыбнется этот человек, обрадуется. Вот это вот и есть как раз-таки духовность. Критерий я бы назвала личностный. То есть личностная готовность, личностная осознанность как раз-таки на уровне сама. Насколько сама рефлексирует в этой деятельности, ты ощущаешь себя. Каким образом ты удовлетворен тем, что смог сделать, перенес, так скажем, через себя. Конечно, постепенно переходя ко второму вопросу, хотелось бы подчеркнуть, что Мамадеева... Понятно, хорошо. Мамадеева как раз-таки замена. Замина, если ошиблась в ударении, прошу прощения, если дети плохо понимают русский язык. Когда мы организовывали как раз-таки мероприятия по пропаганде русского языка как иностранного, да, то есть почему говорю пропаганда, потому что на самом деле русский язык не каждому из нас дается легко. И, конечно же, был момент того, что каждая, так скажем, школа, да, анализировала со своей точки зрения. Одни говорили, что нужно, чтобы педагог обладал языком этим иностранным, да, то есть не русским, а вот наоборот, то есть языком, на котором носители, так скажем, да, разговаривают. Кто-то говорил, что нет, если каждый педагог будет, допустим, говорить только на носителей, откуда же мы с таких личностей наберем? И на самом деле, когда мы с вами понимаем, что мы создаем, простите за выражение, медвежью услугу, когда мы ребенку говорим на том языке, которому ему ясно, конечно же, он не будет стараться, конечно же, он не будет проявлять свои качества по познанию языка. Да, это очень сложно. И поэтому, когда вот я сейчас позволю себе, когда там было объяснение предлога, то прям брали вот книжку, доклали туда ручку и говорили «в». То есть вот, например, предлог «в» означает, что внутри, например, там в книжке, допустим, это находится предмет, да. То есть условно, когда мы объясняем ребенку, не имеющий знаний русского языка и абсолютно не знающий русский язык в том смысле, что ни родители не знают, в семье не используют этот язык, да, это очень тяжело и кропотливо, но все же возможно, потому что целая школа существует как раз-таки по реализации русского языка за рубежом, и многие педагоги, которые разъезжаются по городам, и не только городам, но и в том числе поселкам и так далее, они пытаются донести до ребенка, что русский язык, он, да, имеет свои богатства, но все же его можно изучить. Точно так же, как мы, например, английский язык изучаем, чаще всего, как делают в образовательных организациях частного характера, да, носителя языка приводят, и этот носитель, например, англичанин, да, говорит на английском языке и только на английском, дети, да, хлопают сначала глазами, не понимают, а потом уже начинают потихоньку включаться. Если мы, конечно же, будем объяснять ему только на языке, который ему известно, еще раз подчеркну, мы сделаем своего рода медвежью услугу. Не совсем понятна черта, которая разграничивает духовность и нравственность. Здесь есть своего рода, я бы сказала так, так как у нас есть понятие в ГОС, да, мы понимаем, что федеральный государственный образовательный стандарт – это в первую очередь нормативно правовой документ, который составлен Министерством просвещения Российской Федерации и существует на уровне и, конечно же, дошкольного образования и так далее. Понятие нравственности вот закладывает как раз-таки в себе духовность с вашей точки зрения, да, я так поняла, что вы как раз-таки пытаетесь выдернуть контекст того, что почему в нравственности, допустим, не закладывается сразу понятие духовности и зачем нужно вот это вот разделение духовно-нравственного. Я с вами согласна лишь на том контексте, что, конечно, когда мы понимаем с вами понятие базовой ценности, то синонимы такие, как духовность, нравственность, мораль, да, мы осознаем, то есть мы понимаем, что это между собой взаимосвязанное. Точно так же, кстати говоря, подчеркну, как в старшем звене направление гражданско-патриотическое разбито на гражданскую и патриотическое отдельно. Казалось бы, они между собой взаимосвязаны, но я сейчас проговорю, дабы имеет место быть, так заложено в документе. То есть документ, который нам спущен сверху, закладывает, что в начальном общем образовании духовно-нравственное вместе идет, гражданско-патриотическое идет через также дефис, да, а вот уже звене постарше основного общего образования, там в ступени оно разделяется. То есть на каком основании, я не могу это сейчас вам проговорить, лишь могу сказать, что да, на основании документа, который в первую очередь мы придерживаемся ввиду того, что мы являемся работниками образовательной организации, это так. Но с вами согласна лишь от того, что понимаем, что эти между собой понятия, они как синонимы и рядополагающие, то есть как обучение, воспитание и развитие. Я очень надеюсь, что на ваш вопрос ответила. Здесь, так, спасибо, спасибо. Тут в чате больше вопросов нет. Нет, благодарю вас также за внимание, за то, что вы уделили время, смогли прокомментировать. Так, ну если я не ошибаюсь, то вопросы иссякли. Тогда, уважаемые слушатели... Нет, вопрос еще есть. Так, хорошо. Я так поняла, Дмитрию очень интересна эта тема, и у нас перерастает в некоторых позициях того, что мы разговариваем с ним. Ну давайте. Сегодня дети не выпускают из рук гаджеты. Быть может, следует спешить наполнить гаджет какими-то играми, в которых дети будут черпать знания о Российской Федерации и культивировать в себе любовь и городской Родине. Безусловно. Смотрите, у нас такая была задача на одном из вебинаров. Я даже помню, рассказывала про, возможно, из серии как раз-таки игр непосредственно о Родине. Одна из наших выпускных работ, так как у меня студентов более пяти, люблю я работу со студентами и так далее, которые пишут выпускную коллекционную работу, была заложена идея как раз-таки с юртами, потому что это любовь к малой Родине, патриотизм, где через юрты они познают задания определенного рода, концепцию всю раскрывать не буду, так как это наш условный, так скажем, секретик, который мы пытаемся реализовать. Мы заложили это в мобильное приложение, но, подчеркну одно но, вы знаете, несколько месяцев мне пришлось потратить на то, чтобы объяснить и найти грамотного айтишника, который смог бы вот то, что мы хотим заложить в эту игру. Я не скажу, что мы претендуем на то, чтобы оказались там в определенных маркетах, чтобы наше мобильное приложение скачали, нет. Мы хотим показать, что да, в мобильном приложении было бы интересно детям кликать задания и получать там своего рода баллы, проходить уровни и так далее. У нас, так как связано с Республикой Башкортостан, в первую очередь содержание идет по юртам и по племенам, потому что далекое прошлое наше связано с племенами, и так как мы кочевой народ, имеется в виду башкиры, конечно же, это в первую очередь юрта. И там есть у нас куница, наш символ непосредственно, который является героем этой игры. Но было интересно другое, что мне, как вот человеку, который вроде бы понимает всю суть и содержание игры, найти грамотного человека, который готов работать на это, было трудно найти, честно. Я потратила уйму времени, чтобы найти того, который вот нужен, который поймет и с тобой на одной волне будет. Сразу могу проговорить, что такого рода игры есть, имеется в виду вообще о Российской Федерации, потому что на территории Республики Башкортостан и в том числе Российской Федерации работает целое издательство. Не буду сейчас пропагандировать, рекламировать, но они как раз-таки уже готовые игры в рамках грантовой деятельности в том числе реализуют не только по Республике Башкортостан и не только, допустим, о других как раз-таки республиках, но и в целом. То есть там целая огромная плеяда игр. Но они в бумажном формате, вот как вы сказали. В электронном формате это, еще раз говорю, трудоемкий процесс. То есть есть момент того, что актуально как раз-таки, гаджеты, но, к сожалению, вот как вы говорите сейчас, что дети через гаджеты подвергаются и опасности влияния чужих культур. Да, я с вами согласна. Может быть, сейчас скажу одно «но». Вы знаете, в классе моего ребенка, а она уже в третьем классе, так как у меня детей двое, я рада, что у меня дочь, возможно, единственная, кто не знает, что такое ТикТок, не знает там Ютуба, не знает каких-либо соцсетей, потому что она понимает, что это опасно. И она имела возможность использовать эти соцсети. То есть для меня, как родители, нужно было показать. Но моя гордость в том, что ребенок не захотел. Это было здорово. Я не знаю, как, почему, что там щелкнуло, но ни младшая, ни старшая в компьютерные игры, как и я, не играем. То есть у нас вот такое. Есть понятие, что мы поддерживаем, так скажем, больше рукотворное, нежели вот то, что у нас в гаджетах. Это не означает, что они совсем не знают мультики или, например, там какие-то еще интересные. Да, это мой личный пример, потому что испокон веков я прям отношусь к каким-либо таким играм очень настороженно, и поэтому для меня не существует понятия игры в компьютере. В первую очередь, что я делаю, когда я покупаю телефон, либо там в свое время меняла компьютер, ноутбук, я удаляю все игры. То есть для меня нету такого вообще. Игры имеется в виду, в которой вот компьютеры. Я думаю, что сейчас мы перейдем к другой теме. Если у вас больше нет вопросов, я тогда постепенно завершу наш вебинар. Спасибо за интересные вопросы, спасибо за комментарии. Была рада с вами снова через дистанционный формат вас услышать, увидеть. И да, спасибо, Геннадий. На самом деле да, потому что айтишники говорят на своем языке. У них абсолютно по-другому. Я вот троих программистов поменяла. Ну, а как поменяла? Искала. Одному не то нравится, этому третий и так далее. В итоге вот очень жду наш результат хотя бы на уровне продукта образовательных, потому что наши выпускные и эквивалюционные работы должны быть обязательно с продуктом, образовательным продуктом каким-то. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok